В мой адрес поступило обращение от целой группы людей с возмущениями о состоянии выставки из музея Рерихов, входящих в состав музея искусств народа Востока, экспонирующихся в 13-м павильоне ВДНХ. Вообще, рассматривая творчество семьи Рерихов, нужно сказать, конечно, о несомненном таланте этих людей, и хотя разными слоями в культурном сообществе нашей страны деятельность Рерихов оценивается по-разному, тем не менее, никто не оспаривает тот факт, что это всемирное наследие для нашей страны, это национальное достояние имеет огромное значение. При этом тот подход, который демонстрирует и предыдущее руководство Министерства культуры, когда музей находился в усадьбе Лопухиных, в историческом здании, причем доведенном, мягко говоря, до ручки, я не побоюсь этого слова, давав такие оценки, я прекрасно осознавал, что на самом деле происходит. Я сам посетил и в свое время музей усадьбе Лопухиных и посетил выставку на ВДНХ. Хочется сказать, что вот здесь та ситуация, когда имея не ценим, а потеряем, плачем. И мое понимание ситуации таково, что я обращаюсь к генеральному прокурору нашей страны Игорю Викторовичу Краснову для создания соответствующей комиссии по проверке условий хранения, экспонирования экспонатов семьи Рерихов, которые имеют многомиллионные, если не миллиардные суммы в своей стоимостной оценке. Но самое страшное, что это наследие бесцен для всего мирового сообщества. И, естественно, необходимо разобраться, каким же образом происходила история вокруг этого музея с усадьбой Лопухиных. Как получилось так, что из рук в руки, я сейчас не буду называть до проведения проверки, виновных. Это все соответствующие компетентные органы должны определить и квалифицировать в рамках своего расследования, либо как нарушение определенных норм использования материальных и финансовых средств, либо, если будут выявлены признаки преступления, дать соответствующую правовую оценку с соответствующим выходом на правоохранительные органы для принятия дальнейшего решения. То, что на сегодняшний день происходит с наследием Рерихов, конечно, не укладывается в голове. И кроме как саботаж и откровенное головотяпство по отношению к национальному достоянию, это назвать невозможно. Поэтому я еще раз подчеркну свое глубочайшее возмущение и необходимость контроля здесь очевидна. Я беру все обращения, прозвучавшие от общественности, под свой контроль и приму все необходимые меры, установленные нашим российским законодательством, для того, чтобы наследие Рерихов, мировое достояние, было сохранено для нашей страны и для нашего народа. Редактор субтитров А.Семкин